Всем здравствуйте! Это мой третий отзыв о нашем лечении в центре Биар Давид. Я давненько не снимала отзывов, изменений у нас много, поэтому я постараюсь вкратце о них рассказать. Первое, о чем хотела бы рассказать, это то, что ребенок стал проявлять интерес к вещам, к занятиям, которые раньше ее совершенно не интересовали. Например, она начала рисовать. Я и раньше пыталась ей подсовывать краски, мелки, карандаши, но я не очень занимала это занятие. А недавно она сама дошла к мольбету, взяла мелки и очень долго и увлеченно рисовала. И повторялось это неоднократно. Также она стала собирать пазлы. То есть она и раньше, в принципе, могла их собрать, но только если я попрошу, заставлю за конфетку. А сейчас ей это нравится. Я беру коробку, высыпаю пазлы, и она сидит с удовольствием с ними долго возится. Также ей стали нравиться новые игрушки. Раньше у нее был очень ограниченный круг игрушек, с которыми она играла. Уносила их в другое место и играла там ими. А сейчас она стала обращать внимание на новых кукол, на фигурки, на машинки. Играть ими как-то по-другому. Не просто расставлять в ряд, переставлять с места на место. Также она стала замечать, что вокруг нее есть другие дети. Не скажу, что она с ними играет, но она на них искоса поглядывает. Она смотрит, чем они занимаются вокруг нее. То есть в нашем случае я считаю, что это очень большой шаг вперед. Меня это очень радует. Она стала лучше реагировать на отказ, на слово «нет», «нельзя». Раньше она ни за что бы не прекратила попытки добиться того, что она хочет. Могла устроить истерику. Слово «нельзя» она просто игнорировала. Но сейчас с этим стало гораздо лучше. То есть она, конечно, может предпринять еще пару попыток, но в целом реагирует хорошо. Так, что же. Также она стала на улице себя вести по-другому. Раньше она просто убегала, сломя голову куда-нибудь, не оглядываясь. Могла бежать через дорогу везде. А сейчас она может подойти, взять меня за руку, пойти со мной за руку. Сама, по собственной инициативе. Если убегает, то чаще всего оглядывается. Иду я следом за ней. И как-то более сознательно себя стала вести на улице. Но это тоже меня очень радует. Просьбы. Буквально сегодня, ничего она ни за что бы не сделала раньше, она выполнила мою просьбу «дай, пожалуйста, конкретный предмет». Никогда раньше, ну, за редким исключением, она эту просьбу не выполняла. Просто ее игнорировала. А сегодня я попросила у нее игрушку. Она подошла, покрутилась сначала вокруг нее, взяла в руки и так из-под тишка все-таки подала мне. Вот. То есть она поняла, что я у нее хочу попросить и выполнила это. Еще я хотела бы рассказать о том, что Давид помогает не только моей дочке, но и мне. Он всегда искренне интересуется моим самочувствием, моим здоровьем. Он спрашивает, как дела не только у Машины, как у меня дела. И по нему действительно видно, что он искренне и неравнодушно относится к людям, которые обращаются к нему за помощью. Это просто удивительно. Удивительный человек. Я хочу сказать вам, Давид, спасибо большое, огромное, за то, что вы делаете, за то, что вы нам всем, мне, другим мамам помогаете. Я просто не представляю, насколько нужно быть добрым человеком, чтобы безвозмездно помогать стольким людям, тратить на это действительно практически все свое время. Я безумно счастлива, что когда-то мы с вами познакомились, и с тех пор вы продолжаете менять нашу жизнь к лучшему. Дай вам Бог здоровья. Спасибо большое. Спасибо.